Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Технологии для бизнеса». С вами в студии ведущий Василий Богданов. Сегодня у нас в гостях Елена Вуевская, директор по продажам компании «Джемальта России СНГ» по направлению банкинг, транспорт и ритейл. Елена, здравствуйте! Здравствуйте, Ильдар Скрижалин, менеджер по развитию бизнеса компании «Джемальта» по России СНГ по направлениям электронный банкинг и электронная коммерция. Здравствуйте, Ильдар! А говорить мы сегодня будем про технологии в банкинге. Значит, о том, как сегодня в современной банке применяют какие-то новые решения для того, чтобы что? Как всегда, уменьшить издержки, увеличить продажи, каким-то образом проанализировать поведение своих клиентов и сделать предположения в отношении их потребностей, то, что называется upsell, cross-sell и так далее. Буквально два слова для начала про «Джемальта», что это за компания, чем она занимается, и потом перейдем уже к теме разговора. Кто начнет? Давайте. «Джемальта» – это мировой лидер в сфере цифровой безопасности. Вы сказали, что решения нужны для того, чтобы удерживать клиентов, привлекать новых клиентов, анализировать информацию. Безопасность тоже нужна в той или иной форме. Соответственно, «Джемальта» разрабатывает решения, разрабатывает продукты в области цифровой безопасности для различных направлений жизнедеятельности. Здесь у нас и телекомы, и мобильные операторы, и банки, и интернет вещей, и государство с их геометрическими паспортами, и защита данных. Более-менее понятно, сколько примерно у вас сотрудников, и в скольких странах присутствует «Джемальта»? «Джемальта» присутствует практически в 100 странах мира, и в России мы с 1998 года. Это очень прилично. В России у нас собственное производство и более чем 100 сотрудников. В целом, «Джемальта», чтобы дать перспективу, у нас насчитывается уже более 14 тысяч сотрудников. Это по всему миру? По всему миру, и более 40 производственных площадок. Не говоря уже об офисах, которые превышают количество 100 штук. Ну, смотрите, да, я немножко знаю, что у «Джемальта» очень много различных направлений. Даже сейчас вот перечисляют там это и банкинг, транспорт, ритейл, но сегодня мы будем говорить про технологии в банкинге. Для банков. Да, и тогда вернемся к вопросу, вот смотрите, что на сегодняшний день, с вашей точки зрения, наиболее востребовано российскими банками? Потому что у нас ситуация экономическая немножко отличается от мировой. Где-то, может быть, главная задача увеличить средний чек на одного клиента за счет комиссионных доходов. В другом регионе задача еще какая-нибудь другая. Уменьшить количество отделений и перевести всех на дистанционное банковское обслуживание. Вот по вашей оценке в 2016 году, по прогнозам в 2017 году, что нужно российским банкам? Вот прежде всего, из того, чем вы занимаетесь, естественно. Мы говорим об этом. Увеличить лояльность текущих клиентов и привлечь новых клиентов, удержать своих текущих клиентов в такое нестабильное время. А стоит ли перед ними задача повысить количество безналичных транзакций или что-то еще? Потому что я помню, какое-то время назад это вообще не стоял вопрос. Потом недавно один из банкиров гордился, что... Раньше как было? Человек получил деньги по зарплате на карточку, немедленно ее снял в банкомате и побежал тратить наличные. Поэтому многие банкиры стремились увеличить вот эту долю остающихся денег. Это очевидно, им это выгодно. И нужно, чтобы люди меньше брали наличных и больше расплачивали безналичными. Сейчас это актуально? Да, это актуально. До сих пор для банков, для розничного бизнеса очень важно, чтобы люди тратили непосредственно по картам, развивали безналичные оплаты. Да, не снимали деньги в банкоматах, не увеличивали оборот наличных денег. Для этого делать все возможно, для того, чтобы клиенту было удобно расплачиваться. И в этом направлении развиваются технологии непосредственно для банков. Ну, давайте поговорим более подробно тогда. Вот сегодня про какие технологии вы бы хотели рассказать? Наверное, наши технологии, которые мы предлагаем именно для отрасли платежей, для банковской отрасли, можно разделить на две основные части. Первая технология – это платежи при помощи физически присутствующих форм-факторов платежей. Что, как физически присутствующих форм-факторов платежей? Банковская карта. А, например, банковская карта. Например, банковская карта. То, с чего можно начать. Это также альтернативные форм-факторы, например, какие-то носимые средства. То есть это первая категория. Вторая категория – это решение «Жемальта» для безопасности и для удобства платежей непосредственно уже в электронном канале. То есть в интернете, в мобильном приложении. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот, наверное, начать стоит с карточных и с похожих на карточные средства. Давайте, потому что карточки, в принципе, уже прижились, ну, по крайней мере, в крупных городах и средних уже совершенно точно. И правда, доля безналичных расчетов, правда, увеличивается. Ну и что можно предложить в этом таком решении, как пластик? Различные форм-факторы банковской карты. Когда банковскую карту можно сделать в мини-формате, например, вот в таком. То есть это как сим-карта такая, она выламывается? Да, она выламывается и вставляется в различные вещи, так как браслет, например. Она вставляется и можно использовать ее на различных мероприятиях, спортивных мероприятиях, либо там концерты и так далее. То есть давайте поясним так, смотрите, что сущность сим-карты, она состоит в чем? Это ключ. Ключ, который зашифрован либо в магнитной ленте, либо в чипе. Соответственно, форма пластиковой карты теоретически может быть любой. Главное, чтобы туда помещалось тот самый минимальный какой-то размер, элемент, в котором, собственно, этот ключ записан, который обеспечивает безопасность. Единственное условие, почему я вижу, у вас карточка должна быть прямоугольной, это то, что банкоматы ее принимают именно вот такой. А в принципе, если это не банкомат, она может быть какой угодно, да? Ну да, единственный момент, что эта карта, ее можно сделать какой угодно, но это должно быть сертифицированное и безопасное решение. Ну, само собой, да. Да, это СДС, которое принимается и сертифицировано различными платежными системами, в которых принимается этот непосредственно форм-фактор. Практически завершен переход с магнитной полосы на чипы. Сегодня все уже почти все карты выпускаются там с чипами. В России законодательство такое же. Да, да, да. И что дополнительно теперь? Вот я вижу, вы принесли карты, у которых еще там что-то есть. Да, возникает также идея создать карты с дополнительным функционалом. В какое-то время уже существует технология карты с дисплеем, то есть карта, которая фактически используется для генерации одноразовых кодов, которые заменяют SMS-коды для входа в интернет, мобильный банк. То здесь мы получаем эдакий фьюжн, если можно так сказать, между классическим платежным инструментом и каналом для электронных финансовых услуг. Значит, подождите. Смотрите, когда мы пользуемся картой при платеже через банкомат, либо платежи в терминале, мы вводим так называемый пин-код. Это пока мы про него сейчас не говорим. При платеже в интернете, как правило, у нас запрашивается некий пароль, который нам банк высылает по SMS-ке, и мы этот пароль должны ввести. Либо этот пароль может быть сгенерен на карте. А что плохого в том, что он по SMS-ке посылается? Дело в том, что пароль, что такое пароль? Пароль, который посылается по SMS-ке, он доступен к перехвату. То есть SMS-канал уже во многих странах не считается безопасным. Начиная с 2010 года в Европе свирепствуют тройны, которые перехватывают SMS-ы, и могут потом их использовать для подтверждения, как называется, фрадулентных, то есть измененных транзакций. И Жемальта в данном случае предлагает решение независимых генераторов одноразовых паролей в разных фор-факторах. То есть избежать процесс передачи по недостаточно защищенному каналу того самого кодового ключа, да? Совершенно верно. И таким образом, добавив эту функцию в обычную вроде бы платежную карту, мы получаем новый продукт, который может позиционироваться как инновационный. А можно физически посмотреть, как это выглядит? Да, конечно, вы можете просто нажать на кнопку. То есть смотрите, дорогие друзья, здесь у нас карта, в которой есть... С этой стороны она обычная. Значит, с этой стороны появляется у карты кнопка и небольшой маленький экранчик. Нажимая кнопку, мы видим некий набор цифр. Это и есть тот самый одноразовый пароль. То есть если я пользуюсь этой картой и запрашивает у меня принимающая сторона пароль, я нажимаю на кнопку, получился пароль, да? Совершенно верно. Я его ввожу. А каким образом узнает интернет-магазин или мой банк, что этот пароль верный? Дело в том, что... Держите. В этой карте находится электроника, в этой электронике находятся определенные секретные ключи. В тот момент, когда ваш банк имитирует эту карту вам, он эти секретные ключи записывает и одну копию сохраняет себе. И каждый раз, когда вы передаете вот этот одноразовый пароль банку, он производит еще один расчет этого же самого пароля на основании каких-то открытых данных, например, информацию о вас, ваш идентификатор, и на основании этого секретного ключа. Получив тот же самый пароль, банк позволяет вам ввести в ваш интернет. Сейчас, сейчас, подождите. Так, подождите. А при этом что? Карта никаким образом не обменивается с банком данными об этом пароле? Что-то я не совсем здесь понял. Эта карта никаким образом не связывается ни с чем. У нее нет Wi-Fi подсоединения, у них нет какого-то GSM подсоединения, нет никакой сим-карты. Это абсолютно автономный элемент. То есть, правильно я понимаю, что, по сути, когда банк выпускает эту карту, у него есть два списка паролей. Один список паролей у него на сервере, другой список паролей точно такой же на этой карте. И по мере того, как списывается очередной пароль, ну, просто идет следующий. Это даже более продвинутая. Списка пароля как такового не существует, а каждый раз пароль рассчитывается как некая функция от секретного ключа, хранящегося в карте, и в данном случае времени. Мы даже можем усложнять этот подход, который называется в профессиональных кругах симметричной криптографии. Мы можем рассчитывать этот одноразовый пароль, исходя из ключа, хранимого в карте, и хранимого банка, и данных транзакций. А тот процессор, который в карте, он по точно такому же алгоритму точно так же рассчитывает свой пароль? Совершенно верно. Это мини-компьютер. И просто, чтобы закончить мысль, добавив данные транзакции, которые мы подписываем, мы фактически можем сгенерировать такой пароль, который будет защищен от подлога. То есть даже если его перехватить, изменить данные транзакции, послать не тысячу рублей бабушке, а 50 тысяч евро на Кайманово острова, банк не примет эту транзакцию. Потому что он не сможет прочитать такой же пароль. Этим и силен подход. Я до конца не понял, но верю. Видимо, до конца нужно как-то это отдельно разбираться. Может быть, даже в математике надо разбираться. Ладно, пусть. А смотрите, такой вопрос. Насколько это, ну как бы, вот насколько велика сегодня эта проблема безопасности с помощью стандартных, ну существующих на сегодняшний день приемов? Известно время от времени даже в открытой печати появляется информация, что там где-то, значит, стырили какие-то данные, где-то совершены там незаконные транзакции, постоянно там банки с этим борются. Тем не менее, насколько велик масштаб вот этой беды и что вот замена технологий, там внедрение новых технологий является актуальным или пока еще нет? Не является ли этот продукт вперед, ну как бы слишком идущий впереди рынок, что ли? Ну, во-первых, нам нужно сказать, что клиенты у банков не одинаковые. Вот как мы с вами являемся разными людьми, скорее всего, в своих манерах поведения, в своем отношении в принципе к банковскому обслуживанию, так у банка клиенты могут быть разные. У кого-то больше денег лежит в банке, у кого-то меньше. Кто-то часто тратит, кто-то режет. Если бы мне был выбор, и, допустим, человек говорит, ну что, у меня там, я получаю зарплату, приходит, ну не знаю, там, 70 тысяч рублей ежемесячно, ну я их, в общем-то, как-то трачу, ну и это одна история. А другой там, у него, не знаю, 7 миллионов ежемесячно. Он говорит, ну да, мне нужны дополнительные средства защиты. Соответственно, путем предоставления разных форм-факторов и в части платежных инструментов, и в части защиты дистанционного банковского обслуживания, мы хотим помочь банкам адресовать разные сегменты клиентов по-разному, а в идеале найти индивидуальный подход к каждому клиенту и даже к каждой транзакции конкретного клиента. Смотрите, Ильдар, тогда мы давайте сейчас, Елена, остановимся здесь и во второй части нашей программы продолжим разговор вот с какого вопроса. Все-таки, да, я думаю, что внедрение новой технологии обычно сопровождается еще и изменением в информационных системах, да, и вопрос всегда цены, угроз, да, вот как это все регулируется, и потом уже более подробно поговорим про другие технологии. Дорогие друзья, встретимся через пару минут, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Продолжаем программу технологии для бизнеса. В студии с вами Василий Богданов. Напоминаю, что у нас в гостях Елена Вуевская, директор по продажам Джимальта в России и СНГ по направлениям банкинг, транспорт и ритейл. И Ильдар Скрижалин, менеджер по развитию бизнеса Джимальта в России и СНГ по направлениям электронный банкинг и электронной коммерции. Еще раз здравствуйте, друзья. Продолжаем разговор про новые технологии в банкинге. В частности, вот очень, так сказать, удивительное новое решение показали на карте, когда карта сама генерит новый пароль, новый ключ. Это каким-то очень сложным образом соединяется с банковской системой. Вопрос. Смотрите, а чего стоит эта история? Насколько банк должен полностью перелопатить всю свою информационную систему, внедрить какие-то новые решения? Это же не просто карточку другую выпустить. Конечно. Когда мы говорим о подобном средствах защиты, мы всегда должны иметь в виду три уровня защиты. Первый уровень – это то, что находится в руках клиента, либо на мобильном телефоне клиента. Второй уровень защиты – это то, что находится, так сказать, в контуре банка, то есть его защищенной серверной структуре. И третий уровень – это каким образом настроен канал коммуникации между этими двумя элементами. В случае решения Жемальта мы используем международно признанные стандарты той же самой симметрической криптографии. И вполне возможно, что у банка в его контуре где-то уже есть инструменты, какие-то серверные компоненты, которые поддерживают это решение. В этом случае инвестиции банка будут больше направлены на клиентскую часть. А что такое клиентская часть? То, что нам приносит непосредственный доход. В случае же, если банку необходимо помочь изменить серверную часть, Жемальта готова это сделать. И здесь мы придерживаемся подхода того, что мы растем вместе с клиентом. Поэтапно. Совершенно верно. Хорошо. Точные цифры какие-то или диапазон не сказали? Ну, ладно, пусть. Смотрите, я вижу, у вас еще одна карта лежит. Буквально коротко, чтобы мы перешли к бескарточным технологиям. Да. Данная карта является самым новейшим решением, которое мы предлагаем банкам. Эта карта, так называем, динамическим CVV. CVV – это то, что на обратной стороне три цифры. Совершенно верно. Мы все знаем об этом. И также мы все знаем, что эти цифры очень опасно кому-то показывать. Да, их требует интернет-магазин. Да, при совершении транзакций в интернете. Их могут украсть. На данной карточке три цифры также существуют, только они автоматически меняются. Тоже в таком же месте. Каждые 20 минут. Каждые 20 минут. То есть это тоже примерно как электронные чернила. Да, электронные чернила. Это маленький дисплей электронной книги. Совершенно верно. Каждые 20 минут у вас новые три цифры, которые очень сложно украсть. И, соответственно, ваши покупки в интернете будут защищены. А банк каким образом узнает, что сменились эти три цифры? То есть там точно такой же стоит, в точно так же секунду происходит, по атомным часам происходит замена кода. Да, там не то, что происходит замена кода на стороне банка. Код меняется на карте. А когда клиент совершает транзакцию, и информация приходит в банк, банк просто проверяет. Вот на основании данных, в какой момент произошла какая транзакция, просто проверяет, верный ли код был введен в интернете. А где в этом моменте мог бы быть осуществлен перехват вот этого кода CVV, вот если бы в обычной карте? В обычной карте перехват может осуществлен визуально. То есть вот когда вы приходите на заправку, например, никто не мешает оператору заправки посмотреть этот CVV-код, там как-то записать его, каким-то образом сфотографировать камеру или посмотреть на камере наблюдения, и потом использовать его для покупок в интернете. Кстати, ужас. Либо перехват может быть совершен в онлайне. То есть бывают кражи баз данных, в которых хранятся эти CVV, либо перехват может быть осуществлен путем «подглядывания» за вашим компьютером. Я, кстати, уже давно заметил, что очень мало людей, ну, бывает же там в магазинах, в ресторанах, уже люди сейчас, слава богу, у нас такие хотя бы азам финансовой безопасности обученные, уже никто не отдает карточку официанту или продавцу, чтобы тот с ней ушел, потом вернулся. Сейчас все, вот, все прямо здесь, сам по терминалу, да, 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 совершенно верно. Многие затирают просто этот CVV-код, чтобы его никто не видел, и запоминают его где-то. Кстати, тоже ход, тоже безопасность. Да, да. Ну, вот это решение, оно показывает, в какой степени подход и философия уже мальта в части безопасности платежей. Для клиента инструмент должен быть прост. Ну, да. В данном случае ничего не меняется для клиента. А вот безопасность, которую мы кладем как бы за кулисы процесса, должна быть сложна и надежна. Но, смотрите, я не видел еще в практике вот нигде таких карт. Это новая разработка? Да, это абсолютно новая разработка, инновационная карта, и в России пока не определена. Хотя в мире есть один-два примера, которые начинают показывать о том, что это действительно пользуется популярностью. Ну, это только-только, да. В конце концов, и чипы тоже в какой-то момент только появились, а сейчас уже вот все карты чипированы. Сейчас уже закон о том, что все карты должны быть чипированы в России. Хорошо, перейдем к бескарточным технологиям. Вот вы в начале передачи начали уже говорить, но я вот попросил сначала с картами разобраться. Давайте теперь про бескарточные технологии. Ну, совсем их бескарточными технологиями назвать нельзя. Это форм-факторы. Да, да, присутствует главный элемент, а уже носителем является не пластиковая карта, а что-то другое. Да, а носителям карты становятся намного меньше. Если стандартный размер карты такой, то делают непосредственные вырубки, и карты делают минимальным размером. Карты становятся в виде форм-факторов, мини-карточек, которые можно вырубить из стандартной формы и приклеить либо на телефон, либо в браслет, либо в часы. И, соответственно, совершать платежи. Банковская карта всегда с вашим клиентом. Так, сейчас давайте остановимся. Смотрите, если банк выдает мне карту, он почти всегда предлагает к ней еще несколько дополнительных. То есть, по сути, что карта мне пока еще все равно нужна, потому что в банкомате и в терминалах все-таки принимаются карты. А я, например, беру дополнительную, уже не в форме карты, а в форме вот этой самой, как ее назвать-то, симка, чип, что это? Мини-карта. Да, мини-карта, которая, может быть, во что-то вмонтирована. Я должен сам ее на клей ПВА, так сказать, или БФ-6 присобачить? Нет-нет-нет, если это в форме стикера, то здесь непосредственно есть клеящий слой, который отклеивается и приклеивается на телефон. А если это в формате сим-карты, в размере сим-карты, то она просто вырубается и вставляется в специальные браслеты, которые уже, это полноценная платежная функция. Вопрос. Насколько это нужно рынку, людям? Потому что, ну, на самом деле, у нас и, как это, проникновение посттерминалов-то и банкоматов-то в крупных городах только-только, в общем-то, оно достигло необходимой плотности, что действительно люди стали там везде расплачиваться, и в крупных городах там почти нет проблем. Город чуть поменьше, средний, и все, и уже там, и уже даже плотности посттерминалов недостаточно. А вообще, это же посттерминалы другие? Нет, это все те же самые посттерминалы, которые используют NFC-карты. Но их же мало? По статистике, это более чем 20% уже в России. Их количество растет. Их количество растет, и, мне кажется, через несколько лет все будет намного больше, чем сейчас. Ну, насколько я понимаю, что пока что вот эти NFC-терминалы, они устанавливаются в местах, где за короткое время должно пройти очень много народу. Да, для удобства. Да, чтобы бабушка в трамвае не прикладывала ни карточку, а проходила, и оно само там считывается. Нет, 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 все-таки она должна приложить карточку, либо часы, либо браслет для того, чтобы произошла транзакция. Такого, что кто-то прошел мимо, и деньги ушли с вашей карты, или там такого не бывает. То есть еще не дошла техника, чтобы идентифицировали карту, меня самого, мои биоритмы, и правильно все это сочетав, списали. Нет, наверное, такого еще нет. Плюс мы знаем, что при платеже больше тысячи рублей у нас в России необходим вот пин-коды. То есть это все-таки мера безопасности. Тогда поясните, в чем тогда суть, потому что если все равно мне нужно что-то прикладывать, в чем потребительское свойство, ценность? Для удобства клиентов, это для использования карт в таких местах, когда не хочется носить с собой кошелек, не нужно брать с собой, например, телефон. Это на различных спортивных мероприятиях, на различных концертах, когда необходимо платить по безналу, также заставлять, поросить клиента, заставлять клиента платить по безналу, но не нужно с собой иметь карту. Ну, смотрите, а вот, кстати, хороший вопрос. Если вот эти карты, ну, как я предполагаю, вы, наверное, предлагаете просто банкам, ну, вместе с информационной системой, то вот эти карты, это не обязательно банкинг? Нет, все-таки это банкинг, но с дополнительным функционалом. Банки ищут решение, когда это не просто платежная карта, а это платежная карта с каким-то дополнительным функционалом. Либо это кампусная карта, например, где есть проход в школу, там, в библиотеках регистрации. То есть она выполняет еще и функцию пропуска, да? Конечно, конечно, здесь можно записать пропуск, можно записать транспортное приложение, много-много всякого функционала, и использовать ее не просто как карту. Кстати, да, ребенку надел браслет, и все, и он там пошел. Да, да, абсолютно верно. И такие примеры уже есть реализация, в том числе и красиво. Хорошо. Смотрите, с этим разобрались, и уже буквально остается три минутки, несколько слов про так называемую мобильность. Что сегодня подавляющее большинство транзакций среди молодежи уже осуществляется даже не через интернет, а через мобильные телефоны. Там, насколько я знаю, есть свои специфические условия. Да, молодежь – это очень важный сегмент для банков, и они действительно интересуются молодым поколением, который не видит в будущем, возможно, банковские карты, а видит, что все должно быть просто в мобильном телефоне. Да, соответственно, молодежь хочет платить с помощью мобильного телефона, проходить метро с помощью мобильного телефона, видеть состояние своего счета в мобильном телефоне, оплачивать ЖКХ для тех, кто уже начал оплачивать ЖКХ с помощью мобильного телефона, делать все с помощью мобильника. А задача банка – дать это молодежи для того, чтобы привлечь ее, для того, чтобы удержать ее. Мобильные предложения сегодня есть у каждого родичного банка. То есть, вроде бы, тут нет пока никаких проблем, да? В принципе, следует отметить, мы об этом не говорили, что российский рынок в части дистанционного банковского, особенно мобильного, в части его функциональности, он просто прекрасен. Кстати, многие говорят, что он очень передовой. Если вы посмотрите в США или в Западной Европе, в некоторых странах там еще дедовские способы какие-то. Там до сих пор где-то чеки еще в ходу. Совершенно верно. Здесь свои задачи мы видим отдать банкам те технологии, те технологические кирпичики, которые позволят обеспечить безопасность этих процессов. Либо это обеспечение мобильных платежей, то есть использование мобильника в качестве карты, что должно быть согласовано и с международными платежными системами и приниматься во всех терминалах. Либо это обеспечение удобной, но очень строго сильной безопасности при входе в мобильный банкинг и при подтверждении некарочных транзакций. Какая-то другая отличается от обычной интернет-транзакции? Если сказать это очень просто, нам надо взять и вот все те технологии, которые мы использовали в хардверных устройствах, которые независимо не подключаются, реализовать на очень тонком уровне криптографии и программном уровне в мобильном устройстве. То есть фактически сделать из мобильного телефона два устройства. Устройство для банкинга и устройство для обеспечения безопасности. Это сложная задача, но я верю, что мы с ней справляемся. Хорошо, спасибо. Ну и собственно на этом, наверное, можно подвести итог программы и завершение. Вот как вы считаете, еще раз я вернусь к вопросу, что в ближайшие один-два года будет определять фактор успеха для банка в контексте тех продуктов, которые вы делаете? Уверен, что это инновационность, это быстрота изменений. Известная пословица, уже тоже, наверное, становящаяся пословицей, фраза о том, что банк – это IT-компания с банковской лицензией. То есть движение в эту сторону. С легкой руки Германа Грефа, да, это уже становится пословицей. Елена? Ну, я хотела бы добавить о том, что для банков важна кастомизация и найти подход к каждому клиенту, каждой группе клиентов, свой индивидуальный. Спасибо. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Вы смотрели передачу «Технологии для бизнеса». В гостях у нас были Елена Вуевская и Ильдар Скрижалин. И вел передачу Василий Богданов. До свидания, до следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»